Молодежь Шумкента выбирает живое общение. В библиотеке имени Пушкина прошла уже четвертая по счету живая библиотека. Здесь все как и в обычной библиотеке. Посетители, читальный зал, вот только вместо бумажных книг люди. Каждой живой книге хоть раз в жизни приходилось сталкиваться с определенными стереотипами. И их цель сегодня разрушить эти устоявшиеся в обществе клише. Первая живая книга мотоциклист Олег Ким сегодня разрушает стереотипы о байкерах. Мужчина рассказывает, что мотоциклистом может стать абсолютно любой человек. Скажите, честно, да, вот думаю, ну, есть байкеры-балбисы, да, она молодая. Да, да, да. Мы ничего не шагаем. Да, правильно, но я вам скажу, это не так, это не так, по той простой причине, потому что вот я вам скажу, что вот у нас ездят в сообществе, да, вот, врачи, предприниматели, директора, чиновники, курс-служащие ездят, депутат ездит, здесь ездят работники, это, ДВД ездят. Допустим, то есть нет такого понимания, что вот, допустим, балбис вот проехал, но там нет. На самом деле под шлемом может быть сидит любой человек. Вторая живая книга выпускницы университета в Корее Мадина Бейжигытова сегодня разрушает стереотипа об учебе за границей. Как оказалось, получать образование за морем намного сложнее, чем кажется. Для того, чтобы написать эфират в 10 страниц, я должна буду изучить всех, кто изучал эту тему. Я должна найти всех, кто изучал эту тему, прочитать их работы, и на основании их уже готовых результатов я должна свои идеи теперь расписать. И даже теперь, когда я пишу свою идею, я не должна красть чужую идею, выдавать за свою. Я должна говорить, он сказал, и обязательно цитировать, писать, откуда я взяла эту информацию, обязательно давать информацию о источнике. И таким образом я могу сдать реферат, и когда я готова уже реферат, я подаю его на определенный сайт учителю, как определенная система есть, которая проверяет на плагиат. Если есть хотя бы 5% плагиата из 100, то работу они не засчитывают. Третья по счету, но не менее интересная книга «Сурдопереводчик новостей» Рахальжа Кипова разрушает стереотипы о своей профессии. Девушка рассказывает, что ее работа не так проста, как может показаться. «Суть моей профессии – переводить и правильно доносить мысль диктора новостей до зрителей с нарушениями слухового аппарата. На самом деле это не так легко, как кажется. Наверное, вы думаете, что девушка в маленьком квадратике внизу экрана может махать руками как угодно, а в действительности многие жесты довольно сложные в исполнении. Похожие движения руками могут обозначать совершенно разные. Этому учат в специализированных институтах». Тамирис Жолдасова – читатель живой библиотеки. Девушка приехала в Шумкент из Алматы и рассказывает, что в городе яблок живые библиотеки проводятся с большим масштабом. «Алматы – город большой, и, соответственно, там людей на мероприятия приходит больше, чем в Шумкенте. Что касается ассортимента книг, я не могу сказать, что где-то лучше, где-то хуже». Организаторы живой библиотеки с каждым разом стараются выбирать еще более интересные книги, но признаются, что читателей, увы, больше не становится. «Мы сталкиваемся каждый раз с такой проблемой, что мы не можем найти помещение в субботу, потому что в связи с тем, что мы проводим по пятницам, приходит малое количество людей, проводить мы можем, согласовывая время с помещением, которое нам предоставляется с администрацией. Обычно это дневное время, с трех до шести сегодня проходит, а раньше она проходила, например, с четырех до семи максимум. Например, для тех, кто работает, им удобно приходить либо в субботу, либо в вечернее время. Но у нас с этим проблемами не можем найти бесплатное помещение для этого, потому что живая библиотека – это нулевой бюджет». Молодежная редакция телекомпании «Отерар» надеется, что живая библиотека приобретет в городе статус постоянной и желает организаторам удачи.